В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Кругом вода. На Вольской забил гейзер, на Ульяновском спуске наводнение. Дело блогеров-вымогателей началось с фальстарта. Подсудимую не доставили в зал суда. Кровные узы. В Самаре отметили национальный день донора. Чистый город. Генеральная уборка шагает по Самаре. Дети помогают детям. Четырехмесячному малышу собирают деньги на лечение на благотворительном аукционе, где выставлены школьные поделки. Дети помогают детям. Выслушал Олег Зверев. Это будет, пожалуй, самая сложная выборная кампания за все 25 лет новой истории России. Самая ответственная и победитель не просто текущая задача. От того, каковы будут предпочтения россиян, зависят будущие страны. Сегодня об этом говорили на форуме актива партии «Единая Россия». В зале 2500 человек. Сейчас продолжается подготовка к предварительному голосованию, чтобы набрать по-настоящему работоспособную команду, которая сможет на деле реализовать политику президента страны. Глава государства сегодня пользуется поистине всенародной поддержкой. Теперь важно, чтобы это было явлено на избирательных участках. В бой идет команда губернатора. Если мы поступим грамотно, если мы поступим организованно, если мы поступим очень ответственно, то я хочу сказать, результат выборов может быть значительно лучше. Человек, когда понимает, что обстановка сложная, особенно наш человек, да, видимо, не только наш человек, он начинает становиться более ответственным. Да, у нас высокий рейтинг президента, поддержка высокая. Да, последние годы России, на самом деле, в полный голос заявил о себе. Мы начали защищать свои интересы по-настоящему. Да, это люди воспринимают, и люди это поддерживают. В 2015 году в первичных отделениях партии было сделано немало. Информация об этом не в докладах. Руководители заявляют, что готовы и на этот раз сделать все возможное, чтобы поддержать команду губернатора. Результаты работы которой не в цифрах, а в реальных делах. Новых дорогах, спорткомплексах, детских садах. Словом, создание в регионе комфортных условий для жизни. Программа «Максимум» – возродить и приумножить славу Самарского региона как опорного края страны. Глава государства назвал Единую Россию стабилизирующей силой страны. И хотя на партии лежит ответственность за все, что происходит за последние годы, сегодня настало время, чтобы в законодательные собрания страны пришли настоящие патриоты. Президент отметил, что эта система опора кандидатов должна выталкивать наверх людей, заинтересованных и желающих работать в интересах общества. Считаю, что эти слова должны стать для нас с вами, для кандидатов и жителей региона, руководством к действиям. Кроме того, сегодня важно, чтобы люди проявили гражданскую ответственность и как можно активнее приняли участие и в предварительном голосовании в мае, и в самих выборах в сентябре. Тогда они смогут избрать эффективную законодательную власть, которая будет не водить народ на митинги, а делать реальные дела на пользу региона и страны. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Вопреки стереотипам, хорошими делами прославиться можно. В Самаре проходит неделя добра. Ученики 175-й школы организовали благотворительный концерт и ярмарку. Вырученные деньги пойдут на покупку слухового аппарата 4-месячному мальчику. Подробнее расскажет Марина Матвейшина. Билеты на это детское представление в 175-й школе были распроданы буквально за пару часов. Деньги от их продажи пойдут на покупку дорогостоящего слухового аппарата для 4-месячного Андрея Кузьмина. У мальчика врожденные аномалии развития слуховых проходов. И такой аппарат – единственный шанс для ребенка научиться думать, говорить и просто развиваться. В школе проходит акция «Неделя добра». Дети отдают маленькому Андрюше свои карманные деньги, покупая билеты, поделки на благотворительные ярмарки и отправляя СМС на специальный короткий номер. Когда я попросил деньги на то, чтобы купить ярмарочные товары или чтобы отправить СМС, мои родители с радостью откликнулись и дали мне деньги, потому что они тоже считают, что эта акция призвана помочь тем детям, которые в этом нуждаются действительно. «Неделя добра» совместно с благотворительным фондом проходит в 175-й школе второй год подряд. В прошлый раз общими силами собрали 250 тысяч рублей. «Это реальная помощь, то есть на эти деньги можно реально помочь одному ребенку с довольно тяжелым заболеванием, провести операцию, оплатить очень хорошее какое-то средство реабилитации, оплатить курс лечения, который очень нужен, годовой курс». В этот раз ребята начали готовиться за две недели, мастерили поделки, копили деньги. Не остались в стороне и родители с учителями. «Наверное, толчком стало то, что у нас тоже был случай, когда ребенок ушел из жизни, и мы как бы даже не знали о том, что действительно может быть требовалось какие-то средства. В такой ситуации может оказаться любой из нас, и дети в том числе. Мы их учим быть толерантными и в то же время очень чуткими и внимательными друг к другу». Помогая другим, говорят педагоги, дети прежде всего помогают себе, потому что такие поступки и воспитывают настоящих людей. За дальнейшей судьбой маленького Андрюши школьники обещают следить. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События. «Быть донором значит спасать жизни». В Самаре сегодня около 250 человек отметили национальный день донора. Впервые процедуру переливания чужой крови провел врач-акушер Андрей Вольф в 1832 году. Он спасал роженицу и с тех пор переливание – это часто новая жизнь для пациента. Так кто же такие доноры и почему им нельзя есть пельмени, узнала Марьяна Мирная. Почетный донор Игорь Ильяшов на станции переливания регулярно. Он сам здоров, готов поделиться здоровьем с теми, кто в этом нуждается. Много лет мужчина жертвует свою кровь. За это время, говорит, много повидал. Бывали даже забавные случаи. «Был случай здесь такой. Мужчина сдавал плазму, его забраковали. Выяснилось, что он поел пельмени с майонезом. И я сам был удивлен. Вот майонез, видим, я думаю, майонез или жир. Забил вот эти трубочки, по которым идет плазма, и мы его не смогли взять». Опытные доноры знают, если есть желание сдать кровь для спасения жизни, нужно соблюдать определенные правила. «Алкоголь не употреблять, не курить, не пить, жирное все такое не кушать. То есть это диету соблюдать и отдохнувшись, прийти, сдать кровь, чтобы было все хорошо». Донорами могут стать не все. Есть медицинские ограничения. Хронические заболевания, недавно перенесенные операции, грипп или ОРВИ и плохое зрение. Если же противопоказаний нет, в Центре переливания крови ждут всех. Врачи говорят, каждая группа крови на вес золота. «Универсальный донор крови, я подчеркиваю крови, это первая резус отрицательная. Резус отрицательная, потому что ее можно перелить любому больному, но в количестве не более 500 мл. Если вот авария в районе случилась и нет донора, то можно все это сделать. Потом, с последующими анализами, это никого не обязывает. А универсальный донор плазмы – это четвертая отрицательная». Донорам по-прежнему дают выходной день за сдачу крови. Процедура эта по закону безвозмездная. Но после сдачи донор получает пособие на питание 400 рублей с копейками. Мариана Мирная, Артем Сулайманов. События. Разбирательство по одному из громких уголовных дел о вымогательстве началось с фальстарта. Подсудимую Миронову не доставили в зал суда. Причины неизвестны. Заседание отложено до 22 апреля. Напомню, блогеров задержали в октябре прошлого года. Дмитрий Бегун, Олег Иванец и Наталья Миронова обвиняются в вымогательстве 3 миллионов рублей у бизнесмена Сергея Шатила. Бегуна и Миронову задержали сразу после передачи вознаграждения. Иванец свою вину не признавал. Сейчас все трое находятся под стражей. Бегун, Иванец и Миронова обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом Б, части 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание предусмотрено Уголовным кодексом Российской Федерации в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Один из подсудимых написал явку с повинной, во всем признался. Вторая подсудимая дала согласие на проведение эксперимента, то есть на задержание этого человека. Третий был задержан как соучастник. В данном случае деньги ему не передавались, но, соответственно, он принимал участие во всех переговорах. Именно он убирал материалы. То есть распределено было, даже, как сказано в материале дела, была поддельная уже шкура неубитого медведя. Поэтому вина доказана полностью, поэтому люди и признали свою вину. Смотр полицейских сил города и области прошел сегодня на площади Куйбышева. За парадом силовиков наблюдал Андрей Трой. Кинологи, конники, добровольная дружина, ГИБДД. Все полицейские службы сегодня прошли в строевом параде на главной площади Самары. Более тысячи человек, как один, замирают по команде Смирно. Руководитель полицейского главка генерал Солодовников сегодня лично провел строевой смотр. Выучка полицейских не хуже, чем у военных. Сегодня одновременно с этим гарнизонным разводом в 17 районах области провели такие же разводы, гарнизоны, тех органов внутренних дел, которые там представлены. Вместе со своими главами, вместе с активами. И эти сезонные мероприятия, которые мы проводим и весной, и осенью перед днем полиции, они сегодня отождествляют принципы, которые мы закладываем и заложили вместе с вами одновременно. Главная наша задача – обеспечить покой и безопасность наших граждан. И мы ее обеспечиваем и будем обеспечивать. Показательные выступления провели бойцы полицейского спецназа. Они могут противостоять даже вооруженному огнестрельным оружием противнику. Сотрудники ГИБДД отработали тактику по преследованию и задержанию нарушителей, а кинологи показали, на что способны служебные собаки, которые тоже не боятся никакого оружия. Лучших сотрудников полиции и общественников наградили благодарственными письмами и ценными подарками. В городе и области редко. Это в основном применяется на Северном Кавказе, в основном наши знания, технические возможности, тактика. А здесь, как увидят уже, они же знают, что СОБР работает, все сразу ложатся, никаких сопротивлений. Очень редко. И то с испугом. Прийти на осмотр полицейских сил Самарской области мог любой желающий. Вход на площадь был абсолютно свободным. Многие пришли с детьми, которых зрелище впечатлило. Андрей Тройс, Танислав Левин. События. Фонтан горячей воды забил на пересечении улиц Вольской и Александра Матросова. По информации пресс-службы предприятия тепловых сетей, сейчас проводятся гидравлические испытания Самарской и Безымянской ТЭЦ. Вода подается с повышенным на 25% давлением. Так выявляются самые слабые места теплотрасс, которые нужно отремонтировать до зимы. На месте работают ремонтные бригады. Температура воды в теплосети сейчас составляет 38 градусов. Обжечь этот фонтан не может, но близко к нему лучше не подходить. Большая просьба, если люди увидят еще такие фонтаны, если их увидят зрители телеканала ГИС, просьба к этим фонтанам не подходить, потому что могут лететь какие-то камешки. И тем более не пытаться проехать через них на машине, чтобы помыть машину, как делают некоторые бесшабашные автовладельцы. А сообщить об этом по телефону 279-65-00. Отправил в период с двух до пяти дней. У подавляющего большинства районов, в которых проходили гидравлические испытания, вновь горячую воду получают. В Самаре затопило и Ульяновский спуск. Через гидроузел Жигулевской ГЭС сброшено 29 тысяч кубометров воды. Это привело к повышению ее уровня в Волге. МЧС предупреждало о сбросе заранее, в том числе и через СМС-рассылку. Но некоторые автолюбители проигнорировали предупреждение, за что и поплатились. Очевидцы выложили в социальные сети фотографии. Ульяновский спуск оказался затоплен, а вместе с ним крещение водой прошли и несколько автомобилей. Сорвал подготовку к отопительному сезону плати. Новый законопроект обсуждают в областном парламенте. Депутаты предлагают ввести штрафы за неверную информацию о готовности организации к отопительному сезону. За ложную оценку теперь придется ответить рублем. Штраф для должностных лиц от 10 до 30 тысяч. Для юридических от 50 до полумиллиона рублей. Сейчас законопроект направили на рассмотрение в областное министерство энергетики и ЖКХ и органы местного самоуправления. Частота города в руках каждого. В субботниках и средниках с начала апреля приняли участие более 100 тысяч человек. Среди них неравнодушные жители и работники сферы благоустройства. По сравнению с прошлым годом, эта генеральная уборка набрала стахановские темпы. Но останавливаться рано. В мэрии подвели промежуточные итоги месячника. Подробнее расскажет Марина Матвейшина. И вновь продолжается бой. Большая генеральная уборка захватила весь город. Отмобилизованы все службы ЖКХ и благоустройства, а также сотрудники муниципальных предприятий. Выходят на субботники и сами жители. За две недели на борьбу за чистоту вышли 100 тысяч человек. Территорию в 20 миллионов квадратных метров уже привели в порядок. На полигоны отправилось более 46 тысяч кубов мусора. Но этого недостаточно, отмечает глава города Олег Фурсов. Собрать мусор, оставшийся после зимы, это лишь часть работы. Нужно обрезать кустарники, привезти в порядок газоны, побелить деревья и покрасить скамейки, урны, бордюры и детские площадки. Эти виды работ, каждая управляющая компания, каждый ТОС, который у нас на субсидиях находится, они должны представлять. Если уж люди вышли из подъезда или из дома во двор, их нужно обеспечить инструментом и объемами работы, чтобы это не было профанацией. Еще раз подчеркиваю, мы должны выйти с вами на новый уровень ухаживания за городом. Прошедший Гагаринский субботник показал, что самарцы становятся все более сознательными и готовы участвовать в уборке своих дворов, а также парков и скверов. С энтузиазмом люди убрали территорию в четыре раза больше, чем запланировали городские власти. На порядок сегодня сработали выше, чем по прошлому году. Если я цифры смотрел по тому же субботнику, который был у нас, как назывался, Гагаринский, эти цифры значительно были на 20-25% ниже, нежели сейчас. Приступили к покраске барьерного ограждения, приступили к покраске деревьев, приступили к покраске бортового камня. На еженедельном совещании в мэрии Олег Фурсов обращает внимание подчиненных и на другие недочеты. Покосившиеся и проржавевшие рекламные конструкции привести в должный вид, а территорию возле них убрать. И лучше всего обязать сделать это собственников рекламных счетов. Также после зимы от пыли и грязи необходимо отмыть торговые киоски. Это улучшит и внешний вид города, и настроение покупателей. Архитекторы получили поручение мэра проинспектировать все фасады домов и выписать собственникам уведомления, как и когда привести их в должный вид. Марина Матвеевшина, Константин Головин, События. Самарцы не только наводят порядок и чистоту, но и пробуют себя в роли уличных дизайнеров. Некоторые превращают территорию возле дома в настоящую сказку. В одном из таких дворов побывала Лариса Шалафаст. Кого только не встретишь на Самарских улицах. Заглянули в один из дворов на улице Буянова, а здесь, кто бы вы думали, Печкин? Как живой? Кто там? Это я, почтальон Печкин. Принес заметку про вашего мальчика. Знаменитый почтальон из советского мультика «Творение художника» Александра Степанищева. Печкин едет на настоящем велосипеде, опускает конверт в настоящий почтовый ящик. Правда, композицию еще нужно доработать, говорит автор. Вот всякую нору, галчонка нарисую, письмо утащил туда. Это такая задумка. Время будет. Преображает свой двор самарский художник уже несколько лет. Окна его дома выходят прямо на ветхое здание. Чтобы пейзаж стал повеселее, решил сам его приукрасить. Начал с небольшого фрагмента, потом фантазия разыгралась. Здесь старые вещи обретают новую жизнь. На фасаде поселились плюшевые медведи, слоны и зайцы. Множество небольших пупсов и кукол побольше. Одна стена забора полностью покрыта музыкальными пластинками. Уголок посвящен творчеству Высоцкого. Почти все вещи Александру принесли самарцы. У художника для всего найдется местечко. Ну я не для кого, я для себя просто делаю. А вот посмотрю, людям нравится. Здесь такие эмоции. Сказочный двор уже становится местной достопримечательностью. Сюда пару раз даже приезжали фотографироваться молодожены. Александр такому вниманию рад. У него еще много творческих задумок. Поэтому сказка в Самарском дворе будет жить. Лариса Шлафаст, Артем Суайманов, События. В Самаре продолжается подготовка к празднованию 50-летия улицы Старозагора. Напомним, к юбилею ее планируют полностью обновить. Здесь высадят тысячи роз, почти 200 деревьев. Обновят плитку, установят новые лавочки и фонари. В порядок приведут фасады домов, некоторые из которых носят название «балкарские». Например, вот этот, 70-й. На фасаде здания выложена мозаика. На ней граждане России и Болгарии как один из символов русско-болгарской дружбы. Чуть ниже из мозаики выложена болгарская роза. Сама улица Старозагора до 1965 года носила название «Памирская». Об этом и многом другом самарский краевед Глеб Алексушин во время экскурсии рассказал волонтерам, которые будут участвовать во всех мероприятиях, приуроченных к юбилее улицы. Они же будут встречать болгарские делегации, а значит и знать об этой улице должны практически все. Чтобы ребята смогли рассказать нашим гостям, в чем уникальность, в чем специфика этой улицы, как она появилась в Самаре. Будут расставлены акценты, которые помогут в дальнейшем волонтерам для встречи болгарских делегаций на мероприятиях, которые пройдут 18 мая, 5-11 сентября 2016 года. Песочное искусство. Картина, фотографии, инсталляция. Треводом. Необычная выставка открылась в Самаре. Международный проект «Вне времени» – это собрание работ в технике песочной графики. Несмотря на то, что все картины изначально из материала очень неустойчивого, художники научились сохранять зыбкое искусство. Путешествовать по городам и странам песочные картины будут два года. Песочная анимация – искусство мгновенное. Настоящую картину художники могут создать из зыбкого материала меньше, чем за минуту. Но так же легко она и разрушается. Поэтому свои любимые работы авторы цементируют с помощью фотоаппарата. Из чего созданы многие картины, с первого взгляда и не определишь. Все это – песок. Для творчества и материал должен быть особый. Очень мелкий кварцевый песок. Хотя для простых рисунков подойдет и обычный речной. Такие природные краски властвуют над светом и тенью. Образы получаются самые причудливые, а сюжеты разнообразные. Здесь и ежик в тумане, и философские размышления. Песок – он такой материал, который ни с чем не сравнился. Если взять краски, красками так и нарисуешь. Не покажешь те эмоции, это же мимо лета. Нарисовал, стер, придумывая что-то другое. И песок он сам подсказывает, он говорящий, он живой. Зыбкая фактура – идеальное средство для создания женских образов. Балерины и мечтательницы девушки и дамы. Один из самых популярных сюжетов на выставке. Он вне времени. Есть и песочная Мона Лиза. Героиня картины «Звезда», художница Екатерины Першиной, загадочно наблюдает за посетителями галереи. А звездой ее сделала обычная формочка из детской песочницы. Очень много художников используют кисти, используют какие-то формочки. Даже используют цветные гусины или бисер. Я попробовала песку при помощи формочки звезды придать такие очертания звезды. В международном проекте «Песочные графики вне времени» участвуют 38 авторов из четырех стран – России, Белоруссии, Литвы и Украины. Стартовал проект в Барнауле. Впереди еще более 30 городов. Самара стала седьмой. И запомнилась особым подходом. Самые юные посетители выставки создали яркое панно из цветного песка, посвященное 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. К тому же к песочной анимации, которая не только глаз радует, но и руки, развивает мелкую моторику, приобщиться могут все желающие. В галерее «Новое пространство» пройдут мастер-классы. Продлится выставка вне времени до 30 апреля. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. А сейчас пришло время новостей спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Стрелок Дарья Вдовина получила путевку на Олимпийские игры в Бразилии. Спортивные награды нашли своих героев в Самарской области. Тольятинский галкипер выиграл Куба Гагарина в континентальной хоккейной лиге. Василий Кошечкин выиграл Куба Гагарина в континентальной хоккейной лиге. Игру Тольятинского галкипера за магнитогорский «Металлург» отметил президент Федерации хоккей России Владислав Третьяк. Это был достойный финал. Команды показали отличный хоккей. Конечно, надо отдать должное Кошечкину. Это великолепный вратарь, сказал трехкратно олимпийский чемпион. «Металлург» победил родной клуб «Третьяка» Московский ЦСКА в семи матчах. И во второй раз стал обладателем Кубка Гагарина. Последнюю встречу плей-офф «Магнитка» выиграла в гостях со счетом 3-1. В регулярном чемпионате москвичи заняли первое место в дивизионе Тарасова, а магнитогорцы – первые в дивизионе Харламова. В Самарской области тоже награждали заслуженных спортсменов. Их стало больше на 22 человека. Звание мастер спорта в этом году получили 17, а мастеров спорта международного класса – 5 атлетов. Отличились боксеры, легкоатлеты, гандболисты, гиревики, пятиборцы, дзюдоисты, пловцы, паралимпийцы и яхтсмены. А также представители не классических видов спорта – танцоры, универсальные бойцы, вертолетчики, подводники и радиоспортсмены. Всего в прошлом году самарцы на соревнованиях всероссийских и международных завоевали 1747 медалей разного достоинства, что на 125 наград больше, чем в 2014-м. А 451 спортсмен выступает за сборную России. Программа развития физкультуры и спорта Самарской области реализуется, я надеюсь, успешно. Наши спортсмены готовятся к предстоящим Олимпийским играм в Рио и Де Жанейро. И вот самим показателем, наверное, является сейчас то, что мы с вами вручили такое огромное количество наград различного достоинства нашим спортсменам, их тренерам и деятелям спортивной общественности. Дарья Вдовина завоевала серебро на тестовом этапе Кубка мира по стрельбе. Из пневматической винтовки с 10 метров она выбила 208 очков, уступив 0,3 балла олимпийской чемпионке 2004 года китаянке Ли Ду. Самарчанка – единственная российская спортсменка, которая будет представлять нашу страну на Олимпийских играх в Бразилии сразу в двух упражнениях – 10,5 метров. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова